Здравствуйте! С вами Татьяна Шахбандер, психолог, архитерапевт, коуч здоровья и специалист по исполнению желаний. И сегодня я хочу поговорить о том, почему не стоит осуждать людей и спасать их. Начнём с осуждения. Есть такое эзотерическое понятие, которое говорит, когда мы осуждаем людей, мы забираем на себя их грехи. И ещё одно эзотерическое понятие также гласит о том, что если мы осуждаем человека, то потом жизнь нас поставит в такие жизненные условия, такие жизненные ситуации, в которых мы будем действовать именно так, как действовал человек, которого мы осуждали. И пусть это научно не доказано, но это доказано на моём личном опыте и опыте многих людей, с которыми я общаюсь, всегда допросуют именно так. Даже если я вслух не озвучиваю свои осуждения какие-то, свою критику людей, но в голове прокручиваю и думаю, вот как неправильно человек делает, нужно делать так, то потом я попадаю в эти ситуации, и это было много раз, как я уже сказала, в которых я действовала именно так, и на тот момент это было единственным правильным решением, единственным правильным действием. И говорят индейцы Уичоль, также перед тем, как критиковать, осуждать человека, пройдите в его макосинах 40 миль, то есть побудьте в его шкуре, побудьте в его жизненной ситуации, потому что со стороны всегда всё понятно, и всегда всё прозрачно, но на самом деле, когда мы находимся внутри какой-то ситуации, нам не всегда видно, как нужно поступить, и мы поступаем так интуитивно, как для нас лучше всего. И с психологической точки зрения это, конечно, тоже не очень выгодно, потому что когда мы критикуем, осуждаем людей, мы отвлекаемся от своих каких-то собственных ситуаций, отвлекаемся от своей собственной жизни, и не концентрируемся на том, что надо, а концентрируемся на том, что нам не нравится. А как я уже говорила много раз в своих видео, для того, чтобы жить счастливой жизнью и достигать успеха, нужно концентрироваться на том, что мы хотим. А теперь я хочу поговорить, почему не стоит спасать людей. В принципе, это всё об одном и том же, о том, что мы не принимаем мир таким, какой он и есть, то есть мы думаем, что мир несовершенен, но на самом деле в мире всё совершено, всё, что происходит в нашей жизни, всё имеет какое-то значение. И мне нравится очень идея, что наша душа выбирает жизненный путь, выбирает те ситуации, в которые мы попадаем, для прохождения определённого опыта. И когда мы видим, что человек попадает в какую-то ситуацию для прохождения своего опыта, и для нас очевидно, что это неправильно, что надо действовать по-другому, мы хотим помочь, мы хотим помочь человеку избежать каких-то ошибок, пройти как-то легче свой путь. Но в этот момент мы забираем у него вот этот важный опыт. А чаще всего даже не забираем, и всё равно он так или иначе всё будет проживать, так или иначе он будет всё равно действовать так, как он считает правильным. Но вы в таком случае рискуете разрушить отношения с этим человеком, потому что человеку всё равно хочется отстоять свою точку зрения. Поэтому нет ничего неправильного, нет ничего негармоничного. Любой опыт — это только опыт, который, возможно, наша душа специально выбрала, чтобы пройти. Ему надо проходить, конечно, нужно какие-то делать осознания и проходить жизненные уроки с тем, чтобы выходить больше к счастливой жизни. Но если для того, чтобы прийти к этой своей счастливой жизни, нам приходится проходить какие-то, возможно, и негативные, или какие-то неправильные опыты с социальной точки зрения, то это всё равно нам нужно. И, например, о чём я могу говорить? Например, считается неправильным по ведической точке зрения женщине разводиться с мужчиной. Ну, возможно, это действительно неправильно, но бывают часто такие ситуации, когда это единственное правильное решение для конкретной женщины. Не надо её осуждать, потому что ей нужно пройти этот опыт, ей нужно пройти такую ситуацию, как-то по-своему её решить. Или встречаться с женатым мужчином, или женщинам носить брюки. Мне очень нравится такая фраза, которую я сама случайно сказала, о том, что можно быть мужиком в юбке, а можно быть женственной в штанах. Я сегодня, кстати, в джинсах, и от этого мне не кажется, что я стала менее женственной. Поэтому любой опыт очень важен, и каждая ситуация нам для чего-то дана. И очень хорошо, когда мы умеем, из этой ситуации находить правильный выход, находить какое-то для себя правильное осознание, но даже если это не так, всё равно мы не имеем права вмешиваться в жизни других людей, потому что им нужно это прожить, им нужно это пройти. И пусть даже они не решат это сразу, и может быть не в этом воплощении, кто верит в реинкарнации, но им это необходимо. И сразу я думаю, что многие подумают о том, что я хочу поддержать людей, которые делают какие-то негативные вещи. Нет, я не поддерживаю. Я всегда за сохранение семьи. Я всегда за добро, за позитив. Я всегда за то, чтобы в мире была гармония, за то, чтобы в мире была Любовь. Но тем не менее, если есть какие-то негативные вещи, если они существуют, значит, это тоже кому-то нужно. И даже если это насилие, то насилие тоже нужно. И я сейчас подведу, скажу, почему именно. Мне очень понравилась такая фраза, её сказала великая индийская учитель, как всегда, я не помню имени. Она сказала, что на самом деле не существует грехов, кроме одного, и это чувство вины. То есть когда мы испытываем чувство вины, мы подсознательно ищем способ себя наказать. Ищем способ себе создать какие-то неприятности. Но так как сами мы себе неприятности создавать не можем, то подсознательно мы находим тирана, какого-то человека, который нам сделает плохо, то есть накажет нас за наше внутреннее чувство вины, за внутреннее самоосуждение. Поэтому если бы не было жертв, то не было бы и тиранов. И очень важно понимать, что каждый человек действует именно так, как он может действовать в данный конкретный момент. И в том числе это нужно говорить самому себе, что я действую сейчас самым лучшим образом, самым лучшим в данной сложившейся ситуации. Поэтому никого не осуждайте. И в первую очередь никогда не делайте это самому себе. Прещайте себя, принимайте себя, любите себя. И тогда у вас не будет повода находить себе подсознательное наказание. Спасибо вам большое за внимание. Вам понравилось это видео? Ставьте лайки. И в подписи есть адрес сайта. Заходите на сайт, читайте статьи. И обращайтесь в скайп-консультации. Буду вас рада видеть. Спасибо большое за внимание еще раз. И пока-пока.